Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о книге «Исход». Сегодня мы с вами читаем вторую главу. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не мог же доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Мы видим вот эту трагическую ситуацию, не только примитивно ко всему народу, но примитивно конкретной семье. Мы видим, как фараон убивает, египтяне по повелению фараона убивают всех мальчиков, и бедная мать родила сына, и она его прячет, она его скрывает. Она в опасности, его все время хотят найти и убить. И мы видим здесь прообраз одного важного новозаветного события. Это избиение младенцев Иродом. Когда Ирод хочет убить новорожденного младенца Христа, и он, чтобы, наверняка уже, убивая всех младенцев в Ифлееме. Но младенца Иисус спасается Божьим промыслом. И мы видим здесь, как эти события прообразовываются в спасении Моисея. Фараон убивает всех еврейских мальчиков, но Моисей спасается почти чудесным образом. Вот происходит такая отчаянная ситуация. Она видит, что она не может его больше скрывать, и она его отпускает на Гульву. Потому что больше ничего не остается. Это страшная трагедия для этой матери. Она берет корзинку из тростника, смолила ее асфальтом и смолою, положив в нее младенца, оставила в тростнике у берега реки. Эту историю с корзинкой, в которой спасается младенец, ее находят в других повествованиях древности. И иногда говорят критики Библии, что все это взято у язычников, вся эта история с чудесным младенцем, который спасается в этой смоленной корзинке. Но на самом деле можно себе представить гораздо более правдоподобное объяснение, что мать Моисея знала эти истории про человека, который был спасен в корзинке. И она использовала эту историю просто как руководство к действию. Она решила поступить так же. И вот она отпускает младенца в корзинке из тростника. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет в корзинке. И сжалилась над ним дочь фараонова и сказала, это из еврейских детей. Египтяне обращаются с евреями, хуже не бывает. Они их пытаются уничтожить, они их пытаются подвергнуть геноциду, они убивают всех мальчиков. Но Библия говорит о том, что среди египтян находятся люди, которые поступают хорошо перед Богом. Повивальные бабки. И вот дочь фараонова. Фараон это главный злодей, но у него есть дочь, которая пожалела это дитя. И через эту ее жалость, через это проявление человечности с ее стороны, Бог сохраняет жизнь Моисею. История развивается дальше. Это говорит о том, что у человека всегда есть выбор, всегда есть свободная воля. Люди, которые родились египтянами, их это ни к чему не предопределяет, поскольку египтяне могут следовать жестоким приказам фараона, могут с радостью участвовать в его злодействах. Как иногда бывает, что люди радуются безнаказанно совершать злодеяния, но бывают люди, которые отказываются совершать злодеяния. Бывают люди, которые ведут себя по-человечески даже в ситуации, когда кругом торжествует злая жестокость. И мы видим, что дочь фараонова, она сжалилась и сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилица из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, из воды я вынула ее. Дочь фараонова решает его усыновить и призывает кормилица, чтобы его вскормить. И так чудесно устраивает Божий промысел, что кормилица оказывается его родная мать. Это такое чудо совпадения. Бывают чудеса, в которых Бог показывает свою власть над природой. Происходит что-то явно, откровенно сверхъестественное. Но бывают чудеса промысла, когда, в общем-то, никакие тут ничего не происходит экстраординарного с точки зрения обычного течения природы. Ну, естественно, что есть мать, которая только что лишилась младенца, и она может вскормить. Она готова вскормить ребенка. И дочь фараонова находит именно эту мать. Ну, бывает, могло такое быть. Но вот что так совпало, это часть Божьего промысла. И такие удивительные чудеса промысла, чудеса совпадения, промыслительные совпадения, они бывают и в нашей жизни. Иногда мы их, правда, не замечаем, но они бывают. И, более того, эта дочь фараонова, она дает плату этой кормилице, его родной матери. И вырос младенец, она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, из воды я вынула его. И получается, что Моисей, мальчик из еврейской семьи, из народа, который находится на самом дне, из народа затоптанного, из народа истребляемого, из народа, с которым обращаются чрезвычайно дурно, он оказывается в дворце фараона. Вот кажется, человек вытянул вообще лотерейный билет. Вот повезло чрезвычайно. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Моисей вырастает во дворце. Моисей вырастает, как сын дочери фараоновой. У Моисея есть все. Моисей отлично устроился в этой жизни. Просто вот невероятное человеку повезло. Он родился в семье, он вообще чудом спасся от смерти. И жить бы ему и радоваться. Вот вроде, ну, все хорошо. Теперь ему остается только тщательно забыть о своем происхождении и сказать, теперь я египтянин. Теперь я принадлежу к этой господствующей расе. Теперь я хозяин. Теперь я здесь властитель. А они, ну что, ну не повезло людям. Не повезло, ну бывает. А мне вот повезло. Но что он делает? Он вырос, и он выходит к братьям своим сынам Израилевым. И он видит тяжкие работы их. И что он думает? Он мог бы подумать в сердце своем, что ну вот мне повезло. Да, я мог бы там быть. Я мог бы выполнять эти тяжкие работы. Я мог бы подвергаться побоям. Я мог бы жить как раб. Но повезло. Как хорошо, что я не один из них. Но Моисей решает, что он один из них. Он принимает такое решение. Я буду сострадать с народом Божиим. И он видит, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. То есть Моисей вступается за избиваемого раба. И он мог бы сказать, что это раб. Рабов бьют. Но так оно устроено в этом мире, да. Рабы, естественно, не хотят работать, когда их принуждают с жестокостью. Чтобы заставить работать, их избивают. Это чужие теперь мне люди. Я теперь египтянин. Я теперь живу во дворце. А они рабы, их бьют. Что мне за дело до рабов, которые бьют? Но Моисей решает по-другому. Он восстает против несправедливости, и он убивает этого египетского надсмотрщика. Вся его жизнь переворачивается в этот момент. Он принимает решение быть с его народом. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина?» И он видит, что не только египтяне обижают евреев, но и евреи обижают друг друга. И так оно бывает в таких несчастных, затравленных, забитых сообществах, когда люди не только терпят побои извне, люди друг с другом обращаются плохо. И Моисей приходит и говорит вот этому еврею, который бьет своего товарища. Он сказал, «Зачем ты бьешь ближнего своего, своего же брата еврея? Почему ты так поступаешь?» И тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Иди отсюда! Мы тебе не будем слушаться! Не хочешь ли убить и меня, как убил египтянина?» И тут оказывается, что стало известно, что он убил египтянина. И у Моисея будут неприятности. Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и, придя в землю Мадиамскую, сел у колодезя. Моисею приходится бежать вообще из Египта, чтобы избежать казни за это убийство надсмотрщика. Он отказывается от всего, что у него было. Вот по мирским, по земным меркам у Моисея есть вот все абсолютно. Он сын дочери фараоновой. Ему предстоит долгая счастливая жизнь в верхних своях египетского общества. У него будет в этой жизни все, чем можно только наслаждаться. Все. Самые изысканные явства, самые мягкие одежды, самые лучшие вина. Он будет жить во дворцах. Он будет иметь все наслаждения, которые только можно помыслить. Все, о чем только можно помечтать. Он все это выбрасывает. Он говорит, нет, я не буду знатным египтянином. Я буду вместе с Божьим народом. И ему приходится бежать из страны. Он становится изгнанником. Он становится из блестящего придворного. Он становится изгнанником. Он уходит, потому что он принимает сторону угнетенных. Он принимает сторону попираемых. Он делает то, что с мирской точки зрения представляется полной глупостью, полным идиотизмом. Все у него было, и он от всего этого отказался, чтобы страдать с народом Божиим. У священника Мадиамского было семь дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, и начерпали воды, и наполнили корыда, чтобы напоить овец отца своего Иофора. И пришли пастухи, и отогнали их. Тогда встал Моисей, и защитил их, и начерпал им воды, и напоил овец их. Моисей, он чувствуется, что он воспитан во высших сваях аристократии. Во высших сваях аристократии люди привыкли повелевать, и они привыкли сражаться. Он воспитан как человек, который знает, как держать меч, и как человек достаточно решительный. Человек неробкого десятка. И вот он приходит и прогоняет этих пастухов. Он дает возможность дочерям Иофора начерпать воды. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня. Мы знаем, что в Библии один и тот же человек может носить несколько имен. Это иногда людей сбивает с толку. Иногда даже люди, которые не читают Библию, а читают только атеистические сайты, они приводят это как пример противоречия. Вот в одном месте Библии человек называется так, а в другом так. На самом деле, в библейском контексте люди могут носить разные имена. Это абсолютно нормально, это привычно. И вот они пришли к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня. Поскольку раньше им приходилось дожидаться, пока пастухи напоят свою скотину, а потом уже они отойдут, и они могут начерпать воды. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. То есть мы видим, что Моисей, у него такое обостренное с самого начала чувство справедливости. Когда он видит, что эти пастухи обижают дочерей Рагуила, не дают им начерпать воды, он за них вступается. Почему? Они ему люди абсолютно чужие. Они ему никто еще. Но у него есть вот это чувство справедливости, и он считает нужным заступиться за тех, с кем поступают несправедливо, с кем поступают плохо. Он сказал дочерям своим, где же он, зачем вы его оставили, позовите его и пусть он ест хлеб. И Рагуил испытывает естественную благодарность, он хочет позвать этого человека, чтобы его накормить хотя бы. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она зачевая родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елезер, сказав, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сына Израилева от работы и выпияли, и воплих от работы и вошел к Богу. И услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. Проходит долгое время, пока народ находится в рабстве. Люди долгое время находятся в состоянии пробощения, они подвергаются притеснениям, они граждане третьего сорта, с ними обращаются чрезвычайно дурно, они стенали от работы и вопияли, вопли от работы и вошел к Богу. История исхода, она очень любима была чернокожими рабами в Соединенных Штатах, в Южных Штатах, и у них очень много духовных гимнов, спиричу, которые посвящены как раз событиям исхода. Есть очень известное песнопение «Go Down Moses», которое очень часто поют, которое как раз посвящено событиям исхода, поскольку здесь показывается отношение Бога к людям, с которыми обращаются дурно и несправедливо. И оказывается, что Бог помнит о этих людях, и Он считает их своими. И вот что поразительно, вот что абсолютно не характерно для истории религии, для человеческой религиозности вообще. Для язычников принадлежность Богу, Божье богословение, хорошее отношение с Богом, они означали мирское процветание. Бог на нашей стороне, потому что Бог дал нам силу, могущество, процветание, потому что мы всеми командуем. Как цинично заметил Наполеон, Бог на стороне больших батальонов. У кого лучше армия, у кого она лучше подготовлена, у кого лучше вооружена, ну вот на стороне того и Бог, он победит в итоге. Но здесь мы видим, как Бог на стороне тех, кто терпит поражение. Бог на стороне тех, кто растоптан. Бог на стороне тех, кто страдает от тяжких работ. И Бог за них вступается в итоге. Они стенали и вопияли, и вопль от работы их вошел к Богу. И в Библии вот это представление о вопле, которое, вопле, которое испускает человек притесненный, человек угнетенный, оно встречается и дальше, много раз в Ветхом Завете, и говорится о том, что ты не должен так поступать с другим человеком, потому что он возопит на тебя к Богу. Человек, с которым обошлись несправедливо, человек, которого мучают, он возопит к Богу, и Бог его услышит. И это противоположно настроению язычников, потому что считается, что Бог слышит сильных, которые приносят ему приношения. Бог слышит могущественных, Бог их благословляет. Здесь наоборот. Угнетенные, слабые, подавленные люди взывают к Богу, и он их слышит. И Библия постоянно говорит о том, что Бог на стороне угнетенных, Бог на стороне тех, с кем обращаются несправедливо. Эти люди вопиют к Богу, и Бог их услышит. И поэтому ты должен об этом помнить. Ты не должен притеснять своих ближних, ты не должен поступать несправедливо с кем бы ты ни был, потому что Бог на стороне этих людей, и Бог придет к ним на помощь. И услышал Бог стена них, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Сааком и Иаковым. И люди ожидают, что если Бог на нашей стороне, то Божьи люди должны процветать, Божьи люди должны обладать могуществом, Божьи люди должны всеми править. Мы видим здесь, что это не так. Божьи люди могут находиться в крайнем уничижении и оставаться Божьими людьми. Божье богословение все равно остается с Его народом, несмотря на то, что этот народ претерпевает тяжкое рабство. И вот, наконец, Бог услышал стена них. Бог вспомнил завет свой, Сааком и Иаковым, и Бог намерен вмешаться в эту историю для того, чтобы позаботиться об этих людях. Мы с вами прочитали вторую главу книги «Исход». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров – А.Семкин Корректор А.Екз Корректор А.Екз